С каждым годом государства и местные власти вливают все больше денег на ремонт республиканских, областных и внутрипоселковых дорог. Жители сельских населенных пунктов изменения видят. Только в этом году на ремонт дорожного полотна в Акжарском районе выделили больше 2,5 миллиардов тенге. Как там обстоят дела, расскажет Илья Кудряков. Этот участок дороги протяженностью 57 километров. Как вы сами видите, находится он в очень плачевном состоянии. Дорога соединяет 4 населенных пункта Акжарского района, в которых проживает больше 1500 человек. Каждый день для них выехать из своих родных сел – настоящее испытание. Мало того, что значительно страдает подвеска, так еще и времени на преодоление дороги тратится очень много. Чтобы проехать 49 километров до пункта назначения, наша съемочная группа потратила около двух часов. В таком состоянии дорога, как с момента строительства дороги, это в 70-80 годах. Как построили его, с этого момента, получается, никакие ремонты не были. Это впервые, получается, можно сказать, как мы независимо получили, за 30 лет впервые начали эту дорогу ремонтировать. По мере финансирования мы его делаем. Получается, ПСЗ был уже в 2020 году, изготовлен был, но по мере финансирования мы его делаем. Потому что у нас всего, сами районы дороги 268 километров. Полностью все сразу охватить, финансирование не позволяет. Соответственно, мы поэтапно, поэтапно все дороги будем ремонтировать. В этом году, наконец, проект профинансировали. Уложить удалось только 7,5 километров. Но проект переходящий, так что уже в 2023-м, отмечают местные власти, подрядчик должен закончить все работы. А это, напомню, еще 49 километров. Кстати, на ремонт всей дороги выделено чуть больше 2 миллиардов тенге. Насчет того, что вы говорите, что не успею, нет, есть экспертиза. По этой экспертизе 7 и 40. Вообще, это за ремонт 7 месяцев. Мы успеваем. Потому что экспертиза, сам этот эксперт проводит, он 7 месяцев поставил срок, который необходимо успеть. Успеем. Пока к жарцам ждут дорогу к своим деревням, внутри села Киевский, из 12 улиц асфальт восстановили уже на 10. Общей протяженностью чуть больше 5 километров. На это выделили порядка 150 миллионов тенге. Кроме дорог, для местных жителей создают и другие условия проживания. Хочу сказать, что всю жизнь у нас была проблема – это вода. Из-за воды у нас многие стали уезжать, потому что многие стали болеть. Но вот как два года назад у нас воду провели, и в каждом доме вода у нас. Обратите внимание на дорогу. У нас сделали асфальт, и вот еще вот одна большая проблема решена. Развивают дорожную инфраструктуру и в Ленинградском сельском округе, в который входит три населенных пункта. В этом году здесь упор сделали только на дороге. К примеру, в селе Даут восстановили около 10 километров. Благодаря такому подходу местным жителям больше не нужно переживать за свои автомобили. В текущем году у нас в селе Даут произведен средний ремонт внутри поселковых дорог в селе Даут. Также подъезд к селу Козылту, это также в нашем сельском округе находится. Средний ремонт проводился по всем улицам у нас в селе Даут. 14 улиц у нас все были охвачены. Также подрядная организация была Кокштов Желдары, выделено было 262 миллиона, полностью освоено. Работа была начата в мае, июне, они завершили. А эта дорога ведет в село Козылтум. В этом году здесь также произвели ремонт на общую стоимость 320 миллионов тенге. Если раньше местным жителям также приходилось тратить по часу на пару десятков километров, то теперь ситуация изменилась. К слову, в этом году на ремонт дорог в Акжарском районе в общем выделили 2 миллиарда 700 миллионов тенге. Как можно заметить, результат есть. У нас еще остается вот такой участок проблемный, это Талшик, Майский, Ахсара. Но в этом году мы разрабатываем проектно-сметную документацию по участкам, там 38 километров, 45 километров. И надеемся, у нас уже с управлением дорог мы этот вопрос полностью обговорили. Значит, в следующем году мы уже начнем там тоже средний ремонт этой дороги. Там 91 километр там в этой дороге. Ну и надеемся вот планово ремонтировать. Все в этом году на реализацию дорожных проектов по области было выделено 18,5 миллиардов тенге. На следующий год планы не менее грандиозные. Но если в 2022 из-за проблем с битумом некоторые проекты отстали от своего графика сдачи, то в 2023 году этой проблемы не будет, уверяют специалисты. Заявку подали на 48 тысяч тонн. Этого должно хватить на все планы. Илья Кудряков, Владимир Нуржанов, Служба новостей.